доброе время суток всем у нас сегодня город таллинн 27 марта 2020 год 11 часов 32 минуты 9 с половиной градусов тепла мне показывает но на улице прохладнее пятница с которой вас всех и поздравляю у нас тут два бесконечных выходных дня я нахожусь в лагере так называемом тайна-синема технопарк это то о чем я говорил это здание которые были бизнес заводы склады которые были выведены за пределы города сделали специальную территорию где вот то что раньше делалось производилась черте города сейчас это за городом сюда идут автобусы общественный транспорт большинство людей на машинах приходят и приезжают на работу не знаю добавить особо больше нечего все видно что это за бизнес глядя на здание какой-то может быть склад или там логистики или же оптовая этот люди миг продажи об оптовые также видите большие на этом при как ситроен какой-то авто авто продажи ремонт и также здесь я знаю есть и заводы по сейчас главное по по правой стороне по за этим заводом делают эти лекарства ведь это сауэ валт лагри сейчас мы с вами поедем сторону города чтобы вы понимали району и как его называется расстояние от этого технопарка до самого талина вот мы уже в талина значок видите что мы въезжаем населенный пункт города что здесь скоро должно быть 50 километров в час и как мы видим по правой стороне черная такая арка полуарка уже говорят о том что это город таллин температура число время не знаю что показывает город пустой город пустой причина всем известная правительство нас сколько в течение недели просила 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 очень многие по ходу не понимали и правила поведения или нахождение в общественных местах ужесточили для тех кто совсем не понимает что надо делать правительство объяснило что не будете слушаться бэд ай-ай-ай посмотрим как дойдет до людей что касается меня я четыре дня отсидел в конторе не конечно с мелкими перебежками сегодня мне надо было вот выехать я выехал сюда и стараюсь опять заняться удаленной работой тем более что кое-что под собрать документацию надо сейчас чтобы на следующей неделе себя снять это время естественно как вы понимаете на как бы панике никакой нету есть такое не обида не испуг а скажем мысли что делать дальше эстония страна без арабской нефти без их якутских бриллиантов без африканского золота все что вы видите все что делается последние сколько с 91 года это делаем мы люди живущие здесь соответственно и какой-то бюджет семейный рассчитывается из того что мы получаем на руки деньги материальные благи благода естественно кого сейчас есть какие-то сбережения дому и легче будет и месяц и два посетить дома но мы не забываем что почему я говорю что этот месяц два надо и питаться и платить за квартиру и платить кредиты кредиты это очень большая часть расходов жителей эстония скажу вам в основном почти у всех кого я знаю кредиты есть у меня тоже соответственно задумываешься и ждешь какую-то если хотя бы не материальную то хотя бы моральную сильную поддержку государства до сказать что люди народ эстонии жители эстонии будет у вас все хорошо мы обещаем но кроме как флешмоба какого-то да по ходу больше сделать не могут я говорю это с обидой конечно я говорю это с обидой хочется за собой видите 7 7 7 на и правительство скажем так решительное но это чисто так моему мама моего как его за моего нытье сейчас все идет в штатном режиме улица веке моют чистят бордюры коммунатчики работают может быть дезинфицирует это не знаю вам это дорога видеть это улица в абад же поезд бульвар свободы дорога знаменательна тем что кстати кто-то походу в зеленый поехал сдают на экзамен чтобы на права она знаменита для автоводителей тем что здесь каждый 100 метров наверное светофор если вы видите со скоростью 48 километров в час вы попадаете в зеленую волну и вам не придется останавливаться возле каждого светофора я просто сейчас еду думаю что дальше сказать видите светофор да видите дома видите где нет как чукча да что рэп а чё что вижу то и пою немножко так тяжеловато мне ну не то что там я говорю что какая-то какой-то испуг или паника просто немножко тяжеловато может быть сказывается в этот вот состояние строй как бы стрессовая до недели вы когда смотришь то вот работают люди живут все нормально как-то сразу позитивчик так закрыты у нас очень многие места торговый центр как я говорил позавчера что с этого дня сегодняшнего дня торговый центр закрыты и если есть продуктовые магазины почта мобильная сеть связь и банки работают боксы у которых есть вход с улицы они открыты тоже есть такие допустим на первом этаже находится в магазин да и они могут открыть допустим заднюю дверь да и оттуда сделать вход я такое знаю даже в торговом центре кристина есть такие магазины общепита понимаю что должны быть все закрыты продажа на вынос разрешена честно говоря выходной день ходить тестировать это мне не хочется в планах сидеть выходные дома хочу заметить насколько люди в талине доходчивые правительство вчера сказала сегодня мы сделали выполнили никого нет но с этого надо как и называется поучиться я считаю я хочу заметить передвижение на машине не запрещено тем более я один но общественный транспорт у нас бесплатно для всех теперь оставайтесь дома кстати говоря обидели на всему было на русском языке хочу еще одну вещь показать если вы видите верхний левый угол у меня отели перед два и другие сети наверное у нас их не так уж и много вместо помимо своего логотипа сверху пустили предупреждение чтобы люди оставались дома общался общался со своими прошлыми коллегами из фирмы G4S ничего секретного нету говорят что работают начальники одна часть удаленно одна часть сидит в конторе и меняются плюс к этому они говорят что полностью приезд в контору у нас ну скажем так не то чтобы возбраняется но не советуется там если надо за оборотом приехать да мы приезжаем но так мы там не находимся и все заполняем тоже удаленно дигитально еще когда я работал в той фирме у нас у каждого там был планшет где был так называемый е техник я рассказывал об этом вы могли и акты там делать и подписывать все дигитально и получать работу через него у вас был свой аккаунт внутренний мессенджер почта в принципе приезд в контору не нужен был начальник мог спокойно отправить туда вам задание и не надо там тереться и бумажки отдавать какие-то все у нас подписывалось дигитально и уходило это все уже на сервера как то так поэтому к этому очень многие фирмы тоже очень готовы были что еще хотите услышать то что все будет хорошо это и так понятно просто на данный момент на данный момент я сказать то ничего не могу потому что никто ничего не знает что будет завтра завтра обещают правда хороший день записался я на смену резины хотя я знаю по погоде обещают нам и снег на следующей неделе но 6-7 градусов тепла лучше пусть машина будет с летней резиной дома в апреле да чем потом окажется что нельзя будет ее в конце апреля вообще поменять и закроется вообще все пусть будет лучше так чтобы потом не дергаться как бы наперед думаю видите по одному человеку стоят маски бафы шарфы сегодня это у многих по крайней мере там где я ее вижу хочу сказать что пустые дороги но никто ну никто не хамит не нагреет все спокойно ездят при том что полиции смотрите мы едем нету я хочу сказать что тоже с одной стороны это и успокаивает очень успокаивает сильно что адекватно все воспринимается без всяких там паник паник я правда сегодня еще не читал фейсбук вот будет обед может быть пойду кофейка попью почитаю что там пишут по этой стороне видите какие новые здания строятся я как-то показывал и там еще давайте вдалеке еще одно строится кстати что то за здание где оно у меня на инстаграм есть пару фотографий с высоты вот правое здание дельта плаза оттуда делал и вот это черное перед нами на горизонте оттуда было пару фотографий красивых как раз зимой ведь одни какие то вот ходят уже зеленых оранжевых жилетка лишь по работе надо как-то может быть тоже так думаю это определить что подойдем с вами до конца я думаю что больше я снимать ничего не буду Для чего, что, зачем И так все понятно Обязательно, если будет что-то интересное На выходных Я засниму, но честно Ничего не хочется вам сказать Классно просто включить музыку И молча вот так ехать Кто-то из дома вышел попырить Чувство посмотреть на улицу Хрущ какой-то Вышел строитель Видно, что ремонт там делает в квартире Ну что, по этой дороге я почти никогда не еду Ездил, очень давно показывал ее Считаю, что разнообразие в пятничное вел Что могу сказать Что обычно Ой-ой-ой-ой Успел А ведь хотел попрощаться уже По левой стороне опять была табличка Табло, чтобы оставались дома По-эстонски и по-русски Трамай пустой Смотрю, по левой стороне Вообще никого нет Развузки, да, смотрите, работают ДХЛ, говорят по-эстонски Я знаю, что про НДХЛ, да? По-английски Но дело в том, что я об этом уже говорил Что в Эстонии латиница И как пишется, так и читается Поэтому если пап Пуп Если пап, то пуп Все равно Если ДХЛ, ДХЛ Ну, кстати, некоторые Принципиально читают по-английски Люди разные Если вибер Значит вибер, а не вайбер Ну а сегодня давайте все Всем мира, добра Уважения друг к другу Оставайтесь людьми Осторожно на дорогах Спокойных вам городов Как наш Таллин Уважайте мнения других И слушайте специалистов На сегодня все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому